При работе с Vagrant Windows возникает одно побочное явление, одна неприятность. Дело в том, что Vagrant написан на скриптовом языке на Ruby, и Ruby считает, что он работает в терминале кодировки UTF-8. А если у нас Windows, то в Windows терминале может быть несколько кодировок. Ну, вы помните, что у нас для русского языка 806, 1251 кодировки и UTF-8. И это зависит, кстати, от терминала, какой мы запускаем в разных терминалах по-разному. Ну, вот давайте мы запустим терминал какой-нибудь. Ну, вот у нас есть PowerShell терминал, это наиболее продвинутый. Есть более простые, нам достаточно и PowerShell посмотреть. Я сделал пользователя русскими буквами. То есть, если у нас пользователь латиницей сделан, то ASCII символами. То есть, даже не ISO латиницей, а ASCII символами, то все работает. А если русскими буквами, то вот я вот запишу Vagrant App. У меня ничего нет, но просто чтобы увидеть, что есть. И что мы тут видим? Что Vagrant не работает, нужно Repairl сделать, восстановить его, реинсталлировать, плагины не работают. И вот главная проблема, ошибка, несовместимая кодировка символов 866 или 1251. Это как раз вот для русских терминалов. Поэтому, когда вы будете работать с Vagrantом Windows, то лучше, если пользователь, под которым вы работаете, будет иметь название латиницей, а не русскими или расширенными европейскими символами, без всяких тирконфлексов и оксанов других. Значит, что у нас тут можно сделать? У нас можно с помощью, вот у нас есть параметры, у нас тут можно работать с пользователями, учетными записями, добавить. Но проще будет добавить нового пользователя из командной строки. Для этого Alt и Command X, не Alt X, а Windows X я запустил. И выбираю административный shell, набираю пароль. Как вы знаете, не надо работать под пользователем-администратором, нужно работать под обычным пользователем для безопасности. Для работы с пользователями, у нас есть, поскольку Windows у нас давно уже работает в рамках сети, то произведена такая унификация была, и сетевые команды Active Directory, и локальные команды унифицированы в запуске. И, соответственно, работой с пользователями занимается команда нет, то есть вот работа с сетевыми всякими вещами, команда нет. и нет-юзер, это, собственно, то, что у нас позволяет работать с пользователем. Я вот увеличил, конечно. Это с помощью контрола и вращающегося колесика я шрифта немного увеличил. Вот так вот. Итак, давайте мы нет-юзер и вопрос по нему. Как тут задается пользователь? Пишется нет-юзер, имя пользователя. Так, латиницей. Дальше пароль. Если пароль не задан, то он будет пустой пароль. Если вместо поля пароль стоит звездочка, то программа спросит вас этот пароль. Дальше нас, собственно, интересует вот это. Добавить. По умолчанию, если мы просто добавляем, то в локальный домен вот название вашего компьютера. Давайте я добавлю. Нет. Ну вот нет-юзер, кстати. Мы увидим текущие пользователи, текущих пользователей. И нет-юзер. Как мы обычно делаем, пользователь у нас состоит из инициалов и фамилии. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 и add. Пользователь добавлен. Давайте мы переключимся на этого нового пользователя. Значит, вот у нас новый пользователь появился в списке. Вот я на текущего пользователя. И переключимся на этого нового пользователя. Войдем на него. Ну, сейчас некоторое время пройдет, чтобы обновить параметры системы. Для меня действительно загадка, что он так долго делает и обновляет. Ну, наверное, это нужно. Наверное, так нужно, как надо. И нам не случайно даны. Так, у нас начало работы. Ну, и вот мы теперь под пользователем запустим Windows X PowerShell Ну, и Fagrant App Мах Так, я настройки сейчас сделаю нужные. Пит-настройку. Русский язык настрою. Не люблю, когда по молчанию подниму. Продолжение следует... А, вот еще будут параметры экрана. Проблемы с прозрачностью. Я прозрачность тоже закрою. Так, персонализация. Вот так вот. Продолжение следует... И отключить цвета... Прозрачность... Значит, вот по умолчанию английский теперь будет. Вот так вот. Вагранд App Ну, из-за того, что это Windows, скрипты запускаются достаточно долго. Сейчас смотрим. Вот. Ну, вот он требует задать инициализировать Vagrant. Инициализировать. А теперь Vagrant App. Вот что, собственно, у нас произошло. Он отработал так, как нужно. То есть, у нас нету файла Vagrant. Он не знает, что запускать. не знает, какой провайдер. Ну, так далее. Ну, действительно, конфигурации нет. Но при этом ошибок в том, что неправильная установка и так далее не возникает. То есть, стоило нам заменить имя пользователя на пользователя символами ASCII, так сразу все заработало. И не только с Vagrantом это связано не только со скриптами на Ruby, а со скриптами и на других языках. То есть, если вы запускаете программное обеспечение да и со старым программным обеспечением каким-нибудь, которое делалось под старый Windows, тоже такая проблема. Ну, вот из-за того, что у нас в Windows не одна кодировка, а несколько и возникают такие проблемы. Поэтому старайтесь их избегать и один из способов избегания таких проблем это задание имени пользователя символами ASCII. Ну, вот пожалуй и все. Академия 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 Академия